Вы слушаете план чтения Библии за год. Сегодня, 2 января. Глава 5. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Сифа было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иореда. По рождении Иореда Малилиил жил 830 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иоред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иоред жил 800 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Иореда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ноя, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог. И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сыновей – Сима, Хама и Иофета. Глава шестая Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым людьми этими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издевлеславные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, Истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ноя ходил пред Богом. Ноя родил трех сыновей, Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воздрел Господь Бог на землю. И вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега триста локтей, ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою, мужского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог. Так он и сделал. Глава седьмая И сказал Господь Бог Ною, Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде этом. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского, также и из птиц небесных чистых по семи, мужского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ною сделал все, что Господь Бог повелел ему. Ною же было шестьсот лет, когда потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним в ковчег отвод потопа. И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноя, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в этот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворили, селился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В этот самый день вошли в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноя, и жена Ноя, и три жены сыновей его с ними. Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре мужского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог, и затворил Господь Бог за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось из земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. Благословенного вам дня! Слушайте следующие главы завтра вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин